Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok ДимаTorzok 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 Мы были на основе Мечей Анахамуна, и все на основании Южно-Божь вокруг, там, салон арки, и потом это помещение в данный момент. Но в настоящее время это уже как дошло время, но сам Мечей, после мужское отделение, где на манюху, пусть вот эта стена должна быть глухой, потому что она направлена на маке. Вообще, встретать с вами чипы должны быть. Несколько правило, правило следить. Есть вот стены, стены тут, в батарею. Первое, я бы показываю, расстояние, сколько должна быть далеко от дома, потому что там, где открылся молитва, чтобы он успел, ну, пешком, 150 метров, 200 метров. А если это Мечей, как маме Мечей. А в батарею Мечей, это будет, ну, 300 метров. Если на машине, это будет в разных, ну, на разных, в разных Мечей, понимаете. А это придет, придет в город. Тут схема показывает, если Мечей с открытой пространки или безоткрытой пространки. Если с открытой пространки, то пространки. Нам должна быть безоткрытой пространки. На половину Мечей, ну, по размеру площадь. Эта схема это показывает на один человек, в Мечей, в которой он должен заниматься, на маленьком. Это один метр. Ну, дает еще 20% маленьких Мечей, от 30 до 40. В Мечей Мечей, и в братьевственной Мечей, до 5%. Потому что тут не так, ну, это как находиться. Люди не поставят. Не кажутся. Это группа и стена на первом этаже. Тут нема должен сидеть и читать молитву. Молитву и вообще все посетители, они были в милиционном марте. В любой точке там вообще назовем. Все мусульмане, когда они будут молитву, они должны идти в милиционном марте. И тут есть специальный интерьер, специальный для места, где он будет молитв, читать молитву, и место, где он будет потом молитву. Вот тут в интерьере. там не разрешает, но получилось, что так, внимание, окном и неудачно получилось. Ну, тут есть, вот это называется, мухраб. Мухраб. Будет помятно больше, когда вот фотографии есть. Вот тут будут виды на тут. А если... Нам гораздо нет. Подожди, не в Москве. Так. Второй вопрос такой. Вот что там Аллах сказал по поводу спортивного обучения девушек вот этим бассейном и спортивными устройствами. Девочки пользуются или нет? Нет. Нет. Только мальчики. Значит, только мальчики должны плавать. Это кто-то традиция. Либо вот кто-то религия. Эти люди заставляют, кто не позволяет, не разрешают девушек там, поездок, заниматься в структурах. Поэтому это традиция. Она понятна. А вот устройство этого бассейна, скажем, оно подчиняется европейским правилам устройства бассейна или какое-нибудь ритуальное содержание? Просто в бассейне какое-то соревнование не будет. И что? У вас можно ходить прямо на планшет бассейна? Вот, непосредственно из коридора? Нет. А вот как раздевалки попадают? Мальчики. Значит, они проходят через бассейн и потом опять назад идут в бассейн? Нет. Вот это есть... Там стен. Но вообще в бассейне это программа. Мы хотели... Это программа. Они должны быть в спортивном зале, потом вот это, а потом они заходят. Теперь какого рода спорт у вас в зале? Это... А вот это не осталось. Ну ладно. Это 700 рублей. Спасибо. Что? На. 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 Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация с вами выбрана, или это реальная ситуация, где вы поставили? Вот такая сетка улицы Чеховик выбрана? Да, это предусмотрено Соленск. Вот он, это улица, это Соленск. И, значит, вы писались уже, ориентируясь на мерку так, как это положено, да? Сам падение улиц и вашего решения, оно так удачно получилось. Кажется, что или то нарисовано, или то... Тут они строили жилье-дома, вот это, и... Как... Но, в основном, ситуационный план, она точно такая... Уже сетка была пробита, уже с учетом... Потому что там не чувствуют, там мечет должен строить. И вот, как летом мы на практику проходили, я... Что-то же, эта мечет, ну, маленькая. И вот... Уже 3-4 месяца уже строили там. И там есть, чувствует мечет. Ну, маленькая, пожалуйста, не далеко. Ну, я... Просто я хочу сказать, что у вас, когда мы встретили, но очень правильно так вписано в ваш комплекс. Поэтому, вот, я хотела сказать, что это реально. 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 Так, еще вопросы. Последний вопрос. Вот у нас, в нашей религии православной, в церкви изображает небесный слух. У вас такое содержание буквы не делает? У нас не подышаем тупо? Или... Ну, у нас нету там, какого-то, 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 чтобы... Я имею в виду? Небо. Небо. Это означает небо и символ неба. И вот, как раз, современные, вообще, вроде, вот, мечет спасания. Это вообще купол нету, потолок открывается и закрывается. И сейчас то же самое, что у нас. Тогда почему вы отказались от купола на миновете? Делали там шаги? Это что? Лавку этому полку схажут? Нет. Это просто, вот, вакомпозиции. Значит, как бы вы считаете, данное существование? Минарет? И теперь последний вопрос с таком. Почему у вас один минарет? У вас в голубой мечети шесть? Вообще, вот, по аналогии, вот, считаю, что, вот, целый комплекс, ну, это, потому что он огромный. А минарет, он, его, вообще, не зачем? Это все. Вы, где, не там кричит? Да. И поэтому, если огромный, вот, даже смотря на один, можно там, конечно, но, такое решение, что вот, интересно. Здесь, и современные, это только они уже отошли. Старые, допустим, мечи, у Мфомеда, которые, это там, так, по фотографии, я считаю, там, где-то совсем. Вот у нас в Бухаре реалифицировали вообще минарет. И минарет там не отсутствует, но… Ну, уже, это не прошло вообще. Я хочу организовать Галиемана, в общем, как смелого человека, который взялся за необычную такую тему, был на практике у себя, собрал большой материал, участвовал в проектировании у себя дома, вот, именно, в мечети, в проектировании мечети. И сумел убедить и меня, и кафедру в том, что, в общем-то, эта тема, которую он предлагает на рассмотрение государственной информационной комиссии, в общем-то, современно, актуальна и, в общем-то, необходима в настоящее время. В процессе работы он провел себя довольно настойчивым, самостоятельным, в решении конкретных задач, подготовлен неплохо теоретически, и я считаю, что он вполне готов к самостоятельной работе и достоин присвоения квалификации. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Смотрите. Какой тут у нас букет. По-моему, весь земной шар плачет. Представители архитектурной мысли. Я хочу, чтобы вам было очень интересно жить и работать. Потому что самое главное счастье, которое бывает в жизни. Это счастье сделать свое дело. Вот для мужчины другого счастья нет. Он, к сожалению, не может быть, он должен сделать свое дело. Я желаю вам честно и успешно выполнить свое дело. Сделать свое дело. Сделать свое дело. И все проходящие будут бросать в него камеру. Понятно? Значит, пока вы будете способны что-то делать, вас будут притерывать. Не надо в этом бороться. Желаю вам всего хорошего на вашем пути. Сейчас, пожалуйста. Не надо. Нет. Приносим. 4. 1 2 4. 2 5. Спасибо. 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 Вы тоже будете писать сверхнаправо, да? Прекрасно. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Увакин, пожалуйста. Я думаю, что он не будет у него вещества. Кто-то так подозревает вас. Вернуйтесь в Кираналу. Как я думаю. Вас такие подарки, да? Поздравляю вас. Увакин желаю что-нибудь сказать. Спасибо. 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 Спасибо.